Русский национальный фронт сегодня проводит конференцию русской общественности, которая касается положения дел в стране, положения с политзаключенными и ситуации с выборами. Кто-то одних позиций придерживается, кто-то других, но в целом это люди, которые объединены общим русским мировоззрением. На конференции будут представлены русские поэты. Многие считают, наверное, что уже русская поэзия умерла или она где-то осталась в 19 веке, или в советском периоде нет. Сегодня мы услышим стихи, которые, я думаю, появятся в видеотрансляции, и вы сможете сами убедиться в том, что у нас есть замечательные поэты и замечательные художники, и русская мысль еще не умерла вовсе. Русские мыслители прислали сюда свою литературу, которую каждый сможет купить. Первое я предоставляю слово Надежде Михайловне Квачковой по правозащитной тематике в целом, и конкретно, конечно, по Владимиру Васильевичу. Пожалуйста. Ну, каждый чувствует там, где компактно надо выступать, где покороче, где подлиннее. Я, правда, немножко не совсем здорова, поэтому громкость очень говорить не могу. Вот уж простите меня, пожалуйста, за тихий голос. Я только что вернулась из Самары, от Владимира Васильевича. По нашей правозащитной теме очень тяжело вообще работать, потому что мы не просто там себя пиарим, как некоторые правозащитные организации. Вступили за кого-то, что-то там написали, отписали. Мы пытаемся добиваться каких-то результатов. Вот. Ну, по Владимиру Васильевичу в Самаре результат, конечно, есть, потому что его из СИЗО номер один перевели сейчас в больничку. Вот. Если бы не был поднят вот этот вот шум и ажиотаж, как мне говорят, я была на приеме у врача, и она говорит, вы подняли ажиотаж. Вот. И, в общем-то, он, как она пыталась свалить с больной головы на здоровую, что обвинить меня в том, что у Владимира Васильевича вот был недавно сердечный приступ. Она говорит, ну, вы же такой ажиотаж подняли. У вас адвокат приходит, ему рассказывает, он переживает, и поэтому у него приступ. Я говорю, ну, это вообще какой-то нонсенс просто. Мы сталкиваемся, в общем-то, с такой ложью. Вот одни на других сваливают, одни правоохранительные органы на другие. Там, в СИН, это федеральная система исполнения наказаний, на прокуратуру. Прокуратура на медицинскую часть. Медики говорят, да мы же все вам делаем. Это вот они и виноваты. Там, они не пускают специалистов к Владимиру Васильевичу. Не хотят ничего делать. Идем туда, в СИН, в СИН говорит, ну, вот вашего специалиста, которого вы хотели, чтобы Владимиру Васильевичу пропустили, чтобы он осмотрел его. Значит, нам нужно его проверить. Вот его ОСБ проверяет. Идем к ОСБ, они говорят, да мы не знаем ничего вообще про вашего Владимира Васильевича. Сто лет про него не слышали. То есть, вот кто там врет, как разберешься. Пишем письма, адвокаты, послали запросы. Нам приходят отписки, как всегда. Начальник медицинского учреждения вообще выделил отдельного человека, который пишет эти отписки для нас. Вот мы переживаем за него, пишем там, жалуемся. Я прошу тоже писать. Он нам посылает отписки всем. Наверное, уже многим из вас, если кто писал, приходили такие отписки. Что все хорошо, он получает медицинскую помощь. Да, получает, но в недостаточном количестве. Нам нужно, чтобы его проверил специалист. Сейчас в Самаре, вы знаете, что приезжал Грудинин с КПРФ. И там должен был к Владимиру Васильевичу сходить такой депутат Государственной Думы Калашников. Вот он позвонил, мне позвонил. Потом его помощник позвонила. Спрашивали, где его найти, Владимира Васильевича. Оказывается, когда я с ними встретилась с Калашниковым, ему ответили, что Владимира Васильевича 23 января уже отправили из больнички. Его уже там нет. То есть врут просто на чистом, на голубом глазу. Что делать в таком случае? Прекращать наш ажиотаж, как вы его назвали. Но благодаря этому, благодаря вам, благодаря тому, что вы пишете, они хоть что-то делают и немножечко боятся. Хоть чуть-чуть. И я думаю, что все это должно продолжаться. И по поводу выборов, может быть, тоже уже я сразу скажу. Было все очень интересно. Мы вступили в ПДСН, ПСР, в наше движение. И создают сейчас штабы. Штабы, созданные и в Самаре, в Тольятти, еще в некоторых областях Самарской области. Но функционеры от КПРФ не хотят признавать эти штабы, не хотят объединяться с ними. Несмотря на то, что мы стучимся. Мы не просто там гордые такие, и вот они нас не признают. Стучимся, просимся, говорим, давайте вместе. Что-то, вот эту вот КПРФ-ную символику они выпустили. Быстренько так захапать решили. Ну, от жадности, наверное, что вот привалило тут. И везде мы выступали под символикой КПРФ. Я спрашиваю, почему символика-то такая? Наверное, все-таки мы же объединились. Нужно уже и Левый фронт, и нас включить. ПДС, МПСР. Стесняются даже на моей табличке в Самаре. Не было написано, от кого я выступаю. Вот четверо было там Грудинин. Калашников от КПРФ. Еще их пресс-секретарь ЦК КПРФ выступал. И местный Лискин такой, возглавляющий областную КПРФ в Самаре. У них все было там расписано, кто они такие, до мелких букв. У меня просто, что я являюсь Хачковой, Надеждой Михайловной. Говорю, спрашиваю организатора, почему вы не подписали? Ну, вот такое было распоряжение. Это кого распоряжение? Нет, КПРФ. Спрашиваю у них, почему вы не написали хотя бы, что я представляю центральный штаб от ПДС МПСР. Ну, вы сами скажете. Ну да, я, конечно, представилась. Хорошо, что мне Калашников дал возможность представить Грудинина от нашего движения. Следующим шагом у них там было выступление перед избирателями. Вот там стенку просто убрали, и мы перешли в другой зал. Смотрю, там уже вместо пяти стульчиков четыре стоят. Ну, думаю, наверное, Клочкова свой стульчик и увидит, так и не сядет. Ну, я все-таки настояла на своем, села на свободный стульчик. Говорю, ребята, пожалуйста, поставьте мою обратно табличку. Нет, дождались, пока пришел Грудинин. Я уже говорю, ну, Павел Николаевич, это уже просто как детский сад. Говорю, что не поставили стульчик, и я не сяду, меня здесь не будет. Ну, он сразу же покраснел, правда, сказал, чтобы поставили все это. Ну, в общем, совесть у человека есть, потому что он коснеет, я так думаю. Такое впечатление, что собирали вот всю публику по звонку, то есть приглашали тех, кто, ну, как вот мы обычно собираемся, кого знаем, там, рассылаем по ним. Никого лишнего, не то что лишнего, а каких-нибудь других людей из Самары, я думаю, никто и не знал, потому что было написано, что в 11.30 начнется вот это вот выступление, а люди уже собрались и там уже сидели где-то часов в 10. Вот, то есть и нигде, ни в какой, нигде никакой информации по городу вообще не было, что будет такое выступление. Слухами просто вот передавалось, кто услышал, тот пришел. То есть если бы не было вот этой вот жаднической такой политики от КПРФ, то, наверное, людей было бы еще больше. Вот, и возможность людям послушать Грудинина была бы, наверное, больше. Ну, надеюсь, что все-таки наш отряд ПДС все-таки будет заниматься агитацией самостоятельно уже, несмотря на КПРФ. И я думаю, что мы все-таки добьемся своих показателей. После Самары мы ездили в Ториати. Вот, там было вообще, даже рассказывать не хочется, как, в общем, тяжело было пробраться. Но пока мы ехали, уже созвонились с Болдыревым Юрием Юрьевичем, и он переговорился с Зюгановым, чтобы наших представителей от ПДС и ПСР все-таки сажали и представляли в том городе, где это происходит. Вот, и я просто пользуюсь, наверное, тем, что люди там еще помнят Владимира Васильевича и смотрят мои странички. Один из охранников меня пропустил в Грудинина. Если бы вот этого не было, я не знаю, к нему было бы можно, можно было бы не попасть. Вот, и когда я пришла, местный секретарь ЦК КПРФ от Тольятти, вот, я так поняла, что он там даже большую роль играет, чем от Самары. Они его так почитают больше всех. Вот, и он и собрал народу больше со всего положи, можно сказать. Были люди из Пензы, из, подскажите, кто там у нас еще рядом? Ульяновска, из набережных Челнов, еще там были местные товарищи из районов различных. Он большой зал, конечно, собрал, там люди в проходах стояли, и в фойе была включена трансляция. Смотрели фильм Грудинина. Вот, пока смотрели фильм, меня этот охранник пропустил туда, Грудинину, и вот мы с этим, с первым секретарем разговаривали. Он меня просто наехал, говорит, а вы кто тут такая? Я говорю, я вот от ПДС МПСР, из Центрального штаба. Мы с вами вместе работаем, выдвигаем Грудинина кандидаты в президенты. Вы что у нас, а где вы были раньше? Я говорю, как это мы где были? С 25 декабря мы к вам стучимся, а вы о нас вот только сейчас услышали. Я говорю, вот я вас не знаю, он мне говорит. Я говорю, я вас тоже не знаю. Вот, и поэтому давайте как-то общаться. И вот распоряжение Зюганова, чтобы на сцене сидели и представители от ПДС МПСР. Вот я и еще представители от Тольятти. А у нас стульчиков нет, я говорю, ну, про стульчики опять. Давайте поставим еще два по краям. У вас там 10, вот как раз хватит. Ну, все-таки это они выполнили. Кстати, опять же, благодаря Грудинину сказал, поставьте. Все, он просто там, не вступая в полейнику, отдает такое вот распоряжение. Но я не видела, чтобы вот пока мы там сидели, пока шел фильм, чтобы он там на какие-то, может быть, вопросы готовился отвечать. Просто каждый делал какое-то, ну, свое. Просто стояли вокруг него вот так вот, то фотографировались. Он расписывался там, подписывал листовочки, календарики. Если какой-то подготовки такой серьезной не было, на какие-то серьезные такие вопросы, он там не готовился отвечать. В принципе, вопросы были одни и те же. Везде, можно так сказать, вот по программе мало, в основном, что он собирается делать, вот с социалкой, с пенсией, там, ну, такие очень-очень простые и обычные вопросы. Вот, по его программе мало кто задавал вопросов. Ну, и такой контингент там был, что от КПРФ мало кто интересуется какой-то другой политикой. И там, очень жаль, что так они вот захватили его в свой кружочек. Вот, и от нас там мало кто пробивается. Ну, вот это все, что я вам хотела сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы мне задайте. Ну, мы позже вопросы, да, и общие такие ответы. Елена Львовна, ваше слово. Приготовиться Ивашенко Вере Александровне. Здравствуйте, извините, ради Бога не готовил. Я вас, как всегда, набегу. Вот сейчас выбегала из дома и звонила по кассе адвокату. Парня молодого, Богдана Голанкова, посадили когда-то на 9 лет. Их несколько человек, совсем молоденьких ребят посадили. А сейчас замначальника колонии, по некоторым сведениям, грозится, что Богдана или убьют, или опустят. Вот. Это к тому, что здесь мы должны проявить консолидацию однозначно. Шуметь по поводу политзаключенных. Потому что вот только общественное мнение может сыграть какую-то роль в данных ситуациях. Вот. Это за что посадили вот ребят из АБТО? Ну вот, к примеру, за что сажают русскую молодежь, да? Ребята начинаются что-нибудь там в ВКонтакте, в Фейсбуке. Ну, им хочется быть смелыми такими, проявить какое-то действие. Они побежали там ночью, подожгли дверь ФСБ. Она даже не загорела с толком. И то это не на Лубянке, в каком-то там отдаленном районе. Никого, естественно, в этом здании не было. И они еще себя сняли, и как дети выложили это все. Ну и вот наши горе-правоохранители, которые, я считаю, что они натуральные паразиты, они вот состряпали дело АБТО. Это обычная хулиганка. Родители сразу заплатили за эту дверь. Ну вот, на 10-9 лет пацанов посадили, понимаете? А сейчас еще шмарят всячески в колониях. Вот. Ломают. Мне, у меня твердое убеждение, что на ней сажают вот русскую такую активную молодежь специально. Для того, чтобы сломать. Для того, чтобы упрятать. Для того, чтобы превратить кого-то, кто слаб духом стукача. Вот такое они творят. И когда ты год за годом там пишешь по летзам ученым, и первое время ты пишешь там, «О, завтра все изменится, мы вас освободим!» А потом тебе становится стыдно это писать. Потому что ничего не меняется. И ты пишешь какие-то общие фразы, и понимаешь, что на той стороне всем, чем все, что они могут услышать, это какие-то добрые слова поддержки, которые их как-то греют. Вот. Вот, допустим, по делу Хабарова посадили Александра Ермакова. Такую целую операцию провели, что якобы он главный организатор, но они его во время суда спрятали в психушку, всех осудили, а потом вытащили его из психушки. Психушки они признали его больным человеком, потом вытащили, признали его здоровым человеком, ну и дали ему 12 лет. А, еще ФСБшники распустили слух о том, что он там всех оговорил. А в деле близко никакого оговора нет. Вот что творят. Вот. И когда мне говорят, что там вот Грудинин, еще кто-то, ну не Иисус Христос, ну естественно мы абсолютно понимаем, кто есть кто, откуда. Ну и тем не менее, вот для того, чтобы вытащить политзаключенных, и для того, чтобы эти люди заняли заслуженные места в нашем обществе, вот, я считаю, что ради этого уже можно и нужно бороться за смену власти в России. я уже не говорю о том, что, не говорю о том, что вот вообще выступаем-то мы с программой антиолигархической, антипаразитической. А это что значит? Это уже смена. Ну давайте поступательно менять ситуацию, да. это вполне возможно придет русский царь, вполне возможно у русского народа появится возможность выбрать того кандидата, которого он, кстати, заслужил. Ведь идеальное лицо надо заслужить, надо быть идеальным сплоченным обществом. На сегодняшний день мы разрознены очень сильно и страшно смотреть, что некоторые мужчины превратились в интернетных троллей, которые годами троллят, что-то там перепащивают, истерят по поводу чьих-то постов. Ну это не мужи, не воины. Вот. И они постоянно в критике находятся, но за эти годы они могли бы создать хотя бы какие-то свои группы, которые занимаются просто хотя бы благотворительностью. Но нет, они всю энергию направили на то, чтобы кормить паразитическую систему на выхлоп пара. Вот. И всех вот этих политзаключенных, которые там по 9, по 7 лет ни за что сидят, их ведь могут также не выпустить и добавить им сроки на месте. Я сейчас, честно говоря, в ужасе от этой ситуации. И каждый день что незакон против народа, что каждый раз ущемляются наши права. Мы просто заходим в такой тотальный большой концлагерь. я вам скажу, что юристы, адвокаты, православные, вот, дай бог, если они есть, мы их не видим. Нет. Мы их не видим. Я по поводу адвоката вам скажу такую вещь. Кроме вот народного адвоката Суханова, я вот больше не видела. и то его лишили статуса сразу же. За то, что он за меня заступался, за Квачкова заступался, боролся за Дальний Восток, его сразу убрали. Адвокаты отлично понимают, что 0,4% оправдательных приговоров у нас, решений у нас Россия. Зная все это, они берут огромные деньги и зная, что суды растягиваются на годы, они все равно берут эти деньги, зная, что закончится все. Из-за этого лучше нам найти более-менее порядочного адвоката, который в нашей среде может быть, и при этом ставку делать на нашу консолидацию и отбросить вот эти вещи, ой, ты вот за красных из-за этого мы с тобой не пойдем на суд. Это все придумано, все придумано для того, чтобы нас постоянно держать в таком разрозненном, чтобы мы не представляли из себя сил. Что касается репрессий, уж точно мы должны быть вместе однозначно. Что касается выборов, я сказала, что здесь нужно идти хотя бы для того, чтобы сменить курс, потому что в общем-то достаточно известный факт, что Кудрин и его бригада они готовят Россию к расчленению. Есть ли у нас такие реально силы, боевые бригады, такие как ассасины, такие, которые тайные общества, верные, такие воины, которые не предадут, провокатора там не будет. Есть ли у нас это? я не вижу их, нет. А раз нет, то давайте уже идти поступательно к власти. И я еще раз повторяю, там, говорила об этом, для того, чтобы русский народ развивался, становился сильнее, здоровее, духовно и материально физически нужно создать для него соответствующие условия. Все честные социологи к этому уже пришли. Создать условия. А в данных условиях, когда нет мотивации, когда геноцидит со всех сторон, когда плохая пища, негатив, эти кредиты, все вот это полностью тебя так окружает, ну, невозможно, невозможно надеяться на какое-то развитие. Так что, давайте сплачиваться, и еще здесь вот многие монархисты сидят, я вам скажу, как есть. Вот ВКонтакте 12 тысяч у меня человек, и про наших, как вот иногда называли, ну, и по телевизору, и раньше называли КПРФники, так фашистов, наших фашистов, дорогих, любимых, перепащивают в основном не православные группы, там не увидишь вообще ничего про русских политзаключенных, а перепащивают коммунистов, или просто левые. И надо этот факт тоже учесть, из-за этого давайте не будем дробиться на радость системе этой паразитической, давайте все вещи оговаривать в диалог вступать и поступать и найти к власти. Спасибо. Вера Александровна, вам слово, пять минут, каратенечко, так мы договаривались. Да, сто лет антихристовой власти уже есть, и так же борьба шла начиная с семнадцатого года и до семнадцатого теперешнего года. Так вот, русский царь есть, нам надо только вникнуть и разобраться, кто это такой. Князь Михаил, как говорит пророк Даниил в двенадцатой главе, настанет такое тяжкое время, за народ свой выйдет князь Михаил. Если мы его признаем, то все рухнет, вот эта система зла, она полностью рухнет. Читайте хорошо откровения на богословы, вникните, слово Божие Михаил переводится по-гречески, как Михаил Васильевич Ершов, 1911 года рождения, его русское имя, 50 лет в тюрьмах и лагерях, все тюрьмы прошел, Воркута, Колыма, Вамина, Соловки, на Соловках топили, под лед пускали, он в другую прорубь выклыл, и еще священника вытащил, оживил. Вот такие чудеса, это не выдумка, это истинный факт, это истинная личность во плоти. Был привезен в 1974 году на уничтожение в Казани, оставался жив, держали на огне, замуровали в собачью камеру, такое было мучение для православных пациентов, замуровали в собачьей камере, еще в склеп, в 85-м году, когда пришли надзиратели, как, не знаю, как они называются, НКВД или КГБ, он ударил кулаком по стене и вышел в это отверстие. Так вот, есть люди, которые видели его лицом к лицу. Это Сергей Иерусалимский, который нам об этом рассказал, и мы являемся духовными чадами Сергея Иерусалимского. И, если хотите, можем дальше продолжить разговор, и он вам расскажет более подробно. Посмотрите, пожалуйста, в интернете Царь ГУЛАГа. Это независимо от нас информация выставлена в интернете. Вера Александровна, спасибо. Спасибо. Александр Васильевич Холин. Слово Александру Васильевичу Холину. Следующий у нас Николай Боголюбов подготовится. Мы переходим плавно и к поэтической части, но не только. То есть вы по всем темам можете высказаться, как считаете нужным. Только громче, чтобы все слышали. Я из той же команды ПДС, МПСР, но я еще иномолец. Народное ополчение Минина и Пожарского. Эту команду организовал Владимир Васильевич Квадьков. И он был, есть и останется нашим верховным главнокомандующим. Мы, как говорится, сможем, чем сможем, поможем. И кто как может, это я тоже стараюсь как-то что-то делать, но не всегда и не все сейчас возможно. Ну, тут вот я поделюсь несколькими своими откровениями. Значит, тут все сейчас так серенько, вот как зимний день, да? Вот. Сейчас. День сегодня погожий, вышло время летать, что за странная мода в феврале умирать, что за странное солнце за московской конвоей, будто гелии стронцы взорвались над Москвой, волчьи вои не услышан. Хочешь, плачь, хочешь, пой, я гуляю по крышам, как московский слепой. Пишу угольками по краям облаков, но, встряхнувши руками, вышел звон кандалов капли крови, роняю на чужие ножи, и меня обнимает смерть по имени ножи. Опять война по всей земле, опять страдания и слезы, весь мир у штатов в Кабале и на свободе только розы до крик печальных журавлей. Хотя и крик уже продали, ты запомин души налей, на остальное нам едва ли достанет силы и мочи, нет, не мочи, скорее мочи, хоть хлопобудствую, хоть кричи, но мир уже страшнее ночи, японской судорогой нас земля опять предупреждает, покайтесь, люди, здесь, сейчас, потом не будет, не бывает. АПЛОДИСМЕНТЫ Молитва. Прости меня, Боже, прости мой народ за веру в какую-то смуту, за цивилизацию и наоборот, прости за сомнение и минуту, прости за царя и прости за страну, которая лагерем стала. Ушли богомольцы искать тишину столичные двери вокзала. Немало ли было страданий и потерь, немало ли ран и блевотин, откроет ли кто ту заветную дверь туда, где и ангелов ноты, и нет ни жлобов, ни завистливых драк, и нет поклонения мамоне. Прости меня, Боже, я что-то не так, свержу, поклоняясь икония, но крест покаяния по жизни несу, Россию всем сердцем приемля, я внуши палачами стребит к кресту, и кровь посчитает мы волчья порода, мы дикая русская стая, потомки народа, где Русь не исчезнет святая, под рамки по жизни, но рвем обнаглевших шакалов, помянем на тризне, кого с нами рядом не стало, своими руками ласкаем убийцу народа, а там за злашками широкая стеть, да свобода, разрозненные стаи, живых предводителей мало, но мы не меняем дыхание ветра на сало, мы русское право, и помним от века по ныне слова святослава, что мертвые срама не имут, забыли шакалы, что кончатся наши терпения, за Русь и во славу, мы божьи слоны из знаменья. Спасибо. Слово Николая Боголюбова. Николай, готовы вы? Да, вот. Я думаю, вы по сербовому посаду тоже скажете несколько слов, да? Спасибо за предоставленную возможность выступить. Многие нас обвиняют, что вот разделили людей на четкие перегородки, поставили вот. Я согласен с Еленой Рохлиной, что перед лицом такого воинствующего зла русские люди должны объединяться, несмотря на разномыслие. Наша борьба и наши мероприятия это не некое сакральное литургическое действие. Это общественная наша борьба, где у людей могут быть разные убеждения, разные даже веры. Это поле земной борьбы. Не надо путать вот эти вещи. Потому что многие обвиняют, что одному этот не нравится, другому тот не нравится. Надо делать дело, двигать дело. Хотел бы кратко высказать свою позицию, на мой взгляд, корень всех бед, русских всех бед, в отступничестве от Бога, в том жале смерти, которая засажена в русскую душу, в духовном омертвении, в отпадении от источника жизни. На мой взгляд, ничто не сдвинется с мертвой точки, пока по-настоящему на глубине сакрально русские люди не начнут возвращаться к своему небесному отцу. Хотелось бы представить вот некоторые книжки «Русские против террора». Это брошюра на тему как бывших гонений 20 века, так и нынешних. Сейчас в сербием посаде судья Патамана Турухина фактически за одно слово, всем вам известное, на букву «Ж». И готовится судить меня повторно. Как многие знают, замоскварийский суд приговорил меня за стихи, к году исправительных работ и большому денежному штрафу. Все то же самое за это пресловутое слово на букву «Ж». Но, как выясняется, это слово общеупотребительно. Его употребляли не только русские классики, но и советский классик Маяковский, и еврейские классики Иосиф Бродский, Игорь Губерман. То есть оно общеупотребительно. Не говоря же о том, что оно употребляется в богослужениях православной церкви и священном писании. То есть вот эти дела, они явно совершенно вне, как говорится, вне правового поля Российской Федерации. Потому что судить за общеупотребительные слова это абсурд со всех точек зрения. Также представлю свою книгу «Небо над болью». Это сборник поэзии, это сборник рождался как раз в тяжелый период замоскварецкого дела, когда год шло следствие, потом около года суды, все это, конечно, позорно, потому что судить поэта за поэзию, это мало кто додумывался. Даже Бродского того же в свое время судили за тунеядство. Ну, слава Богу за все. Ну и прочту несколько своих новых стеклов. Как показывает практика, экстремизм можно найти везде. Можно выявить такую социальную группу упыри. Социальная группа. Или бандиты, воры. Вот. И обвинить в возбуждении розни. И говоря же о том, что все православие, оно все подпадает под нынешние понятия экстремизма. Ну ладно, не буду задерживать ваше время. Сихотворение называется «Против экстремизма». Есть такая партия чешуйчатых. Ничего плохого не скажу. Но придется долго всем помучаться, чтобы сбросить эту паранжу. А быть может полночь просто схлопнется и возня закончится судом. Антицерковь мировая гопница опоила жителей блудом. Гой еситы в небе красносолнышко. Раскаляй святые рубежи. Поля Куликова воля волюшка. В пламя русской любящей души. Законодательство. Это обращается как раз к правоохранителям стих. Или к правозапретителям. Уже непонятно. Все как бы смешалось уже. Дайте волю законодательству. Перестаньте добро карать. Если ваш отец их сиятельства конституция, ваша мать, перестаньте под промокашками против истинных дела шить. Конституция не бумажка вам, чтобы с ней в туалет ходить. Не сторонник я революции. Я к закону увы привык. или все-таки конституция, или в баню. Весь этот цирк катастрофа и ток предательства. Я издательство, долой зло. Дайте волю законодательству, пока стены не разнесло. Клубок змеиный демоны свернулись, грядет расплата так неотвратимо. Бежит огонь по лабиринтам улиц, пылает меч в деснице Херувима, священным, страшным именем господним. Заклято снова зверовласть и злоба. Дымится нечисть в шахтах преисподней. Встает Россия из земного гроба. Ты ждал герой, ты ждал развязки страшной. Настал твой час, дерзай, непогрешимо. Трепещут крылья на старинных башнях. Уходят в вечность, души подсудимых. В земной юдоле бьется серый пепел. Глагол Творца венцы святые дарит. О, как мой меч в потемках этих светел. Лучом нетварным выхвачен из гари. И жизнь, и смерть пред Богом все ничтожно. Бросаю пламя на весы созвездий. Взойти на небо перстным невозможно, но спас ведет по самой кромке лезвий. И я пою, пою неопалимо. Великой жертвой выкуплен из ада. Пылает меч в деснице герувима не предвещает демонам пощады. Мухобойка Перестройка перекройка а над почвой кислых рож прямо в небе мухобойка откровенная как нож долбанет по грязным мухам весь вопрос когда и как стародавняя кликуха превращается в кишлак и торчат рога старинно из подкупленных погон и дымит дымит руинно сатанинский полигон. Мухобойка смотрит в лица ждет решимости святой кто возьмет ее жартицу и откроет мухобой экстремизм в очах навоза все растет как на дрожжах мухобойка в разных позах вызывает дикий страх блещут звезды мчится тройка тает ночь как реагент мухобойка мухобойка запрещенный инструмент клич эпиграф из известного кинофильма а под дичь будешь я под дичь конечно буду только выдержит ли дичь одолев хандру и смуту брошу в массы новый клич внятный клич простой и четкий бей в кишечнике глистов очищай прямой наводкой организм от подлецов если жмут желудок путы надлежит микстуру пить паразиты это круто но их надо выводить надо малость потрудиться есть неписанный закон чтоб сверкала жизнь зорницей надо гадов выгнать вон хватит гнить и дури марить руки в ноги и вперед против плесени и гари вечной юности поход на здоровье на здоровье солнце рвется из груди это только предисловье назидание в пути бодрым духом чистой кровью на свободу выходи это только подмосковье кремль светит впереди в черном небе звездный локон снег в лукошке января сквозь тюремный кокон срока пробивается заря многие любят простите там попердывать из-за угла когда расправляются по одиночке с русскими патриотами а многие совершают подвиг поднимают свою задницу простите за выражение и приходят на суды и это имеет большое значение поэтому хочу призвать не быть равнодушными как поэт сказал к добру и злу постыдно равнодушны спасибо вот елене подвижнице которая как всегда демоны бесы всякие придурки хуляк поливает грязью но она совершает настоящий подвиг по слову Христа полагает души за други своя стихотворение называется Контра Леса 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 до горизонта и чаши сказочных полей я русский стало быть я контра белогвардеец черных дней я русский это как харизма как вызов брошенный зверю как луч скользящий по карнизам изгой в замученном краю из бывших высших недобитых из вечных тех кто сквозь века для сатаны мы все бандиты все от царя до мужика патрон в затылок пуля дура не оставлять костей зале сто лет такая партитура без содержавия в седле ордынские села вырезая и города огнем дробя зверели хуже всех мамаев садисты красного вождя как будто вдаль ушла эпоха все поросло травой молвой живые трупы шлакоблоках не помнят даже день деньской их жизнь на уровне базара как ссор на уровне метлы иного века янычары и с мясом жирные котлы они опомнятся не в силах здесь область плющенных теней страна огромная могила руины лагерных зыбей как будто все навек пропало не приподнять плиты такой и зло не свергнуть из пьедестала не обрести судьбы иной остатки мира вымирают ошметки совести гниют собаки бесятся и лают и уголовщину всем шьют да в красноте все слепо глухо но богом выбран белый цвет Россия совести и духа сердец мистический рассвет в просторах неба вольным воля нет ни преград ни стукачей там русы вновь выходят в поле седлать воинственных коней святых кровей протуберанцы над кашей гибнущих племен в огне космического танца восторг расправленных знамен дроздовцы капелевцы в битвах свои стяжавшие венцы сквозь кровь прошедшие с молитвой небесной гвардии бойцы и юнкера и гимназисты далекой юности краса сопротивляясь сатанистам вы все взошли на небеса повстанцы праведнейшей брани с колен поднявшие свой день отцы тамбовщины рязани и дети русских деревень сиянье истинности царской едины битязи зари герои всех веков пожарских святой руси богатыри последней битвы час жестокий труби на тающей земле архангел бога синеокий с крестом победы на челе последнее стихотворение посвященное героическим женщинам боровшимся с бандитизмом сатанизмом начала века белым русским партизанам женщинам Марии Захарченко Шульц Марии Бочкаревой баронессы Софии Дебаде не тупое безбожное мясо от получки и до затрещины а воины белой расы грозные ангелы женщины незабвенные и нетленные вы герои белой борьбы смотрят лики ваши священные прямо в душу руси судьбы честь и совесть в года угарные русской юности плакал срез когда в небо катилась армия чтоб вернуться к своим с небес крестоносцы христовой ратницы навсегда просиял ваш свет а в России страстная пятница уже более чем сто лет истлевают года расхожие приближается судный глаз огневые невесты божии пламенейте мольбой за нас спасибо на последний стихом хочется заключить свое выступление ритуально убитым чего нам бояться двум смертям не бывать на пути мы однажды сумеем воскреснуть подняться из земли своей нечисть смести хоронили ветра нас до срока до вздоха вырос город на наших костях синим пламенем смерти пылает эпоха у великого горя в гостях но в самом эпицентре невиданной сумуты вопреки всем стараниям зла мы однажды воскреснем срывая все путы наши души вернутся в тела ритуально убитым чего нам бояться нас миллионы потерян нам счет мы сумеем воскреснуть из праха подняться потому что мы русский народ сейчас предоставляю слово предоставляю слово Анжелике Лацис которая прочтет тоже свои стихи но они немножко другого типа поэтому просьба тишину соблюдать пожалуйста вот потому что не только у нас там патриотические там духовные стихи есть и другого типа стихи вот сейчас Анжелика нам прочтет свои стихи я вообще тоже у себя нашла стихотворение которое тоже туда патриотическое погромче и в сторону публики не бывает наешапоте наешапоте обливаясь кровью закованная в цепи клеветы измотанная непрерывной болью моя Россия в путах темноты она с тревогой думает о детях что жизни за отчизну отдают а по спине предательские плети растерзанную веру продают плененная великая святая зачем с тобой все так произошло она с любовью тихо отвечала когда слезами время потекло я на колени пред судьбою встала чтобы накрыть детей своих крылом и на колени опустившись рядом всю боль твою в твое сердце пропустив поднимется народ под русским стягом свою страну от зла освободит аплодисменты более ритмическое сохранение реченька что ж ты реченька течешь безумолку изгибаешься извиваешься позабыв порог в стоках маешься ты в чертах своих подонесешь тоску Просто где-то там в прошлом времени Кто-то вспять меня повернуть решил Он поток живой мне стеной закрыл В красоту морей, чтоб не верили Знаю, помнишь ты, русло главное Что истоком течь заповедано Рукава раскинь несказанные В устья ты неси воды славные И народ в тебе, что купается Пусть увидит дно твоих чистых слез Вдоль брегов своих, где сверкает плес Речка русская растекается Это последнее стихотворение Продевается в рисунке неба Под тяжестью оков Согнув в коленях ноги Дальнейшего пути Не видя пред собой Ты посмотри на небо Оно расскажет много Там облака рисуют прозрачной водой И ты увидишь чувства И ты увидишь мысли Которые застыли на капельках росы И плачет небо жизнью И возвращает чисто Как слезы сберегают надежду мечты Ты поднимись с колен Свой взор направив в небо Оно всегда с тобой Оно всегда вокруг И чистые мечты И чистые надежды Поднимут облака И к Богу унесут Спасибо У нас выступает Сергей Рассказов Поэт из Тулы Я присутствую там? Да, да, да А, вы здесь Прошу вас Прошу Дальше я думаю Что мы перейдем уже К выступлениям политическим Тогда пожалуйста Ваше слово Спасибо большое Вы можете не только сказать Добрый вечер дорогие друзья Рад всех приветствовать Которые раз уже участвуют В подобных мероприятиях Очень рад всех видеть Можно сказать Настоящих патриотов Наших русских Которых Уже у нас так мало Становится в последнее время Что просто Я даже не знаю Что сказать Как надо отреагировать Как Я скажу Тяжело Тяжело И печально Все это Вот Но если здесь Вот вас только собирается То уж я не говорю Там про то Где я жил До Тулы Там вообще Жертвая зона Можно сказать В этом отношении Да К сожалению Александр Кузьмич Выслет Ну Так чтобы Не задерживать Опять же Долго Вот представлю Кому интересно Сборник небольшой Свой политический Я вглубь веков С волнением Ближу Если кому интересно Может Потом приобрести Благодарю Вы всем Благодарю Александр Кузьмич Вот Ну сборник Темы Воскресения Святой Руси Темы Значит 20 век Прагические события Наше время И будущее Начну Субтитры 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 Твоя Субтитры Разорвав Чему-то Учит А в бизнес Башни Спит Вандал С зеленым Змеем Мир Связав Сгущает Тучи Но кто же Прав Кто Виноват В боях За правду И Творца И Русь Золотую Уж Виден Горьких Дней Закат И ставить Пробы Негде нам И сжечь Впустую Бедлам Вершит Сознание Масс И как На казнь Ведет Тела Цифрует Мысли Заслон Христовый Тайний Глаз Еще Крепит Раскольный Крам И держит Выси Порыв К прорыву В русских Есть Лишь Надо цепи Разорвать Отбросить Страхи Врагу Припомнить Злоб и Спесь И катастрофы Тяжкий Крест До века Плахий Чтоб Новый бой Последним Был За царство Белое Как сталь За веру Нашу Чтоб Вновь Архангел Победил Взяла Отчизна Свой Удел И стала Храше Такое Можно сказать Обращение К людям Нашим В том числе К православным Патриотам Без лез Не взглянешь Не вздохнешь На русской Были Запустенье Тут Даже Мимо Не пройдешь Наглеет Зверь В уничтожении Ломает Все Что только Можно Разносит В щепке Дух Веков Но чтит Болбанов Краснокожих И держит Нас За дураков Лакеем Правед Родной Земле Вернуть Начало Святых Князей Блаженный Вид Чтоб Вновь Отечество Сияло Держа В руках Имперский Щек Мы переходим Потихоньку К политическим Выступлениям Александр Кузьмич Иванов Сухаревский Известный Общественный Деятель Член штаба Русского Национального Фронта Я думаю Что его выступление Будет как раз Хорошей такой Связкой Между Поэтической Формой И политической Трудно Мне сейчас Выступать Потому что Сердце Мое Воспаламучено Этими стихами Потому что Я Политикой Занимаюсь Столько Сколько Себя Помню И это Некрасивые Слова Это Просто Определение Особое Данное Мной Этой Деятельности Которая Называется Политик Я Политик В 15 Лет Я Прочитал В Журнале За рубежом Был Такой Советский Жильник О том Что Было Там В Национал Социалистической Германии И спрашиваю Отца Своего Который Был Тогда Молот Фронтовик Который Прошел От Третьего Дня Войны До Последнего Закончил Войну В Ростоке В Берлине И мама И мама Которая Работала В Третьем Райке Об этом Рассказывал Не раз Уехала Она Туда И Проработала Все Очень Спокойно В Мюнхер Керте Кладбах И я Спрашиваю У нее О зверствах Она Никаких Зверств Не видел В Третьем Райке Это Южная Бавария Потом Она Попала К американцам Я веду К нашему Времени Сейчас Я веду К страданиям Русского Народа Часть Русского Народа Не видит Тех Страданий Которые Видит Квачков Он Несет На себе Этот Креп А есть Другой Русский Народ Который Сейчас Живет В Соединенных Штатах И Который Сейчас Живет В том Каком Нибудь Ростове На Дону И у него Нормальная Работа Понимаете Какая Трудная Вещь Это Жизнь Она Настолько Разнообразная Настолько Раскиданная Что Политику Нужно Это Все Собрать И направить В какое То одно Направление Вот Сейчас Самое Острое Направление Это Допустим Квачков Его Убивают Его Просто Убивают Поймите Просто Убивают Но Мы привыкли Мы как-то Привыкли Как Да Вот Там Так Так Я говорю И о себе И о тех Людях Я сам Сидел Но Не так Много Да И сейчас Моя партия Вся сидит В тюрьме Но Она По Какой Статье Сидит По 205 Это Террор У меня Тоже Ну Так Получилось Что Я Там Себе Короче Террор За Террор Не только 282 Статья Есть 280 Призывы К власти Я веду Вот К чему Сейчас Выборы Стихи Разбудили Во мне Чувства Которые Я мог бы Вылить В автоматных Очередях Но Этого Нету Бодливой Корове Бог Ров Не дал Говорит Русская Народная Поговорка А рога Обломали ННП Было РНЕ Было ННП ННП Сотрудничала С Бабуриным Мы Врываться Хотели В Думу Они Убивают Против Лома Нет Приема Они Закладывают Бомбу Убивают Тебя Я О Выборах Я Не Верю В Эти Выборы Потому Что Знаете Что Бабки Казачки Они Рассказывали Декабрь 18 17 Года 100 Лет Назад Меня Кое Кто Обвиняет Что Эту Историю Со времен Ничто Не Изменилось Осталось Что Тоже Только Меньше Русских Людей Стало Чисто Количество Что Было В 17 То То И Сейчас Одно И То Выборы Идут У Моего Это Столица Великопняжеская У моего Прадеда Живет В Курине Инженер Из Москвы И Он Ему Говорит Надо Голосовать За Пятый Номер Тогда Тоже Вот Такой Бюллетень Был 40 Партий Участвовало В выборах Учредительное Собрание Пятый Номер Это Кадеты А За Девятый Не Голосуй Это Большевики И Вот Я Думаю Ведь Он Говорил Не За Монархистов Там Была Какая-то Партия Не Помню Сейчас Название То ли Народа Не Важно Важно Что он За кадетов Был Инженер Они Хотели С моим Прадедом Проводить Трамвальную Линию Создали Акционерное Общество Другое Товарищество Было Вот И Я Хочу Сказать Чем Закончились Эти Выборы Мой Прадед Голосовал За Пятый Номер Хотя Казан Монархист У него Что ли Был Вот Такая Была Казачья Жизнь И Чем Закончились Эти Выборы Тогда В январе Когда Собрали 4 18 Года Большевики Собрали Разгоном Они Разогнали Это Учинительное Собрание А 7 Или 6 Января 18 Они Расстреляли Эту Самую Демонстрацию Людей Которые Вышли Против Разгода Учинительного Собрания Поймите Вот Тогда Все И Закончилось Эта Власть Она Осталась Она Называется Демократическая Но Суть Ее Не Поменялась Выборы Это Ширма Раньше Был Блок Коммунистов Беспартийный И Теперь Тоже Какая То Такая Речь Получилась ПДС Это Как бы Беспартийный А Это Коммунисты Вроде Мы Все Отдадим Но Но Никто Власть Не Отдаст Не Отдаст Они Не Хотят Поймите Не Просто Это Такие Вечные Слова Изменилась Сама Система Жизни В которой Мы Живем Вот Люди Вот Тут Православные Есть Они Говорят Давайте Покаемся А Каяться Можно В какой-то Системе Жизни То есть Менять Свой Разум Возвращаться Как Николай Говорит К Богу Да Как же Можно К Богу Господа Вернуться Когда Закончилась Христианская Эра Вы Погодите 46-го Года 72-го Года Назад Закончилась Христианская Вера Запомните Нюрнбергский Процесс Положил Ей Конец А после В 47-м Или каком В 48-м Году Была Принята Всеобщая Декларация Прав Человека Это Вообще Конец Христианской Эры Там Что Написано Там Все Хороши Вудуисты Сатанисты Все Хороши Там А вы Говорите Вы же Все Покупаетесь Декларация Прав Человека А вы Люди Вот Она Истина Вот Мы Как Сейчас Все Вы А Конституция Коля Мой Любимый Поэт А вот Конституцию Они Не Исполняют Да Что Это Такое Конституция Вы Знаете Что Такое Конституция Это Синоним Безверия Когда Лет Бога Нужно Сказать А вот Мы Хорошие Вот Будем Жить Так Это Как Называется Прямого Действия Водомнений Это Химера Свобода И Попробуйте Его Загнать Обратно Ее Выпустили Масоны Выпустили И Химера Свобода Сограла Всех Вот Сегодня Навальный Начал Там Компанию Блокады Этих Как Байкота Выборов Там Люди Молодые Выходят Я видел На Маяковке Пошли Идут С этим Красивым Трехцветным Флагом Который Коммунисты Ненавеют И Начинают Визжать Власовский Флаг И Так Какой Власов Причем Тут Я А Другой Идут Люди Они За Свободу Я Просто Спросил Подростки Идут Впереди Идет Еврей Такой Молодой Ведет Их Целая Группа Из Подземного Переда Да Это Серьезно Расовый Кромный Вопрос Первый Они Первые Революционеры И Там Идут Метисы И Там Идут Вы знаете Сколько Их Много Уже Дуглас Рид По-моему Писал Что 28 Миллионов Евреев В СССР Было Ну Перемешивай И так далее Все Выйдут И за Навальный Пойдут Его Распиарили Его Раздули Навсю Ельчин Сегодня Такой Таран Но Уже Поменьше Народу Было Я Помню Я сам Ходил Я сказал Я политики Занимаюсь Много Много Лет В 89 Году Были Гигантские Демонстрации В 90 Тоже Мы шли По Садовому Кольцу Подходили Был митинг Около Концертного Зала Чайковска На Майковской Площади Интеллигенция Советская Была Против 40 Миллионов Было Интеллигентов 40 Миллионов Движущая Сила Революции Ельцина Где Сейчас Эта Интеллигенция Изничтожена Челночными Делами Сколько Челноков Погибло Женщины Мужчины Они Бросились Зарабатыв Все Перемол Рынок У нас На Кутузовском Я в доме Девятом Жил Вдруг В 92 Году Появились Мужчины Каких-то Женщин Они ходили По-русски Не говорили По-американски И вот Они ходили С детьми По-русски А это Семьями Приехали Кучи Евреев Они работали У Ельцина В Белом доме Рядом Через мост Он был И писали ему Все законы А потом Они уехали Все Вот это Все Сейчас Есть Но сейчас Сложилась Верхушка И русских Такие вещи Которые Сейчас Происходят Русского Народа Нет Кто Говорил Мы русские С нами Бог Полководец Суворов А крестьяне Что когда Собирали Да мы Православные Говорили И совершенно Плевать Им было На наполеоновское Дошествие А вот Когда От мороза Они стали Коней Ставить В храмы Вот тут Крестьяне Подбились Как это В моем Храме Это А посмотрите Что в интернете О православном Христианстве Не случат Волосы Дымом Становятся Потому Что Все То Что было Не ушло 70 лет Сакрального Уничтожения Русского Народа Не прошли Даром И русские Спятили По крови И поэтому Когда мы Говорим Мы русский Народ Нам надо Еще Стать Пельмаршалами Потому Что Раз Два Три Они Говорили Мы русский Народ А царь Поставленный В угол Этим Самым Как его Маркизом Докюстином Который Притвергся Ему И на балу А вот Кого Вы считаете Русским В Фетербурге Николай I Он сказал Да все И татарин И якут И все Русские Когда-то Другое Было Дело Православная Вера Всех Держала А сейчас Мы Недовольны И патриархом Так Что же мы хотим От Грудинина Ну человек Жил Ну выживал Я например Бросил Свою сладкую Жизнь Спустился вниз И решил Собрать Партию И установить Диктатуру Православную Чтобы подготовить Приход Царя Но я увидел Что национальное Поле Страшно Разрознено Счезлавие Списивость И агенты Ко мне люди От Коржакова Приходили Ни с кем Не соединяются Девяносто Четвертый год И ты прав Ты идешь Короче Хочу сказать Сейчас Я понимаю Я веду к тому Что я был вчера На другом собрании Где очень Плохо Говорили об Андрее Николаевиче Позавчера Я Не хочу Чтобы вы Остатки Раскалывались Из-за Грудинина Поймите Из-за Грудинина Потому что Шел разговор Байкотировать Или нет Выборы Я сказал Байкотировать Стать на сторону Навального Мы неизвестны Он распиарен Ему Будет хорошо Очень Все Нас никто Второе Потому что Я говорю Первое Не верю в выборы Потому что Выборы Это знаете Ну Хочется вспоминать Второе Ну Грудинин Это Не Бенитому Соли Понимаю Мы будем Откровенны В такие моменты Нужен Вождь Смелый Сильный Гениальный Умный А убрать Там То Все Там Это Даже Уже Сейчас Я слушал И мне было Очень больно Слушать Что говорила Жена Нашего Нашего Полковника Квачкова Это Это Явно Они 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 Не хотят Просто Чтобы Чтобы Не дай бог Выкинули знамя Квачкова И все Вошли за ним Они же прекрасно понимают Коммунисты Да посмотрите 91 год 19 Миллионов Членов КПСН Где они были 19 Миллионов Здесь жалкая горстка Снепли Где они Они не вышли 93 год Ведь все коммунисты Остались Все они не подъехали К этому К этому Делому дому В 93 году Все сидели А публика стояла И смотрела Как расстреливали Этот дом А кто в танке сидел До сих пор Никто не знает Где коммунисты Хорошо Ладно А 96 Год Когда его выбрали Где они были Поймите Ну сколько раз КПРФ доказало Что это Труп Труп Вот ее поставят У власти Чтоб заткнуть Кого-то там Посадят Двух олигархов А что делать Дальше Теперь многие Русские Не хотят Вернуться Тогда Когда не было Частной собственности Хочется Карман набить Это очень важно Парни Которые Русаки Патриоты Царя любят На джипе едет А он Когда-то За три копейки Бежал за трамваем И сигареты Сушил на батарее А сейчас Или попыт Какой-нибудь Табачок Амфора Соблазберить А женщины Которые постоянно Смотрят телевизионные передачи Где постоянно Болоскают белье Кто с кем живет Кто кого просил При советах Это все было запрещено Кто Кто из вождей Сможет изменить Программы телевидения А это легко сказать Изменить программы телевидения А где вы найдете Столько сотрудников Которые будут Мравственными И увлекательными Понимаете Это вопрос серьезный Большевики И когда они пришли к власти За ними шел Пласт культуры Новая А это что Какая культура Какая Пугачева Которая делает деньги Непонятно с кем живет Конец Я никого не хочу Утешать Это гордий вузел Напомню Это обман был Гордий вузел И почему Александр Великий Потому что он Понял это И разрубил А тогда было такое искусство Вязать узлы И вот надо и распутать было А оказалось Что этот мошенник гордий Он внутри связал И его невозможно было Распутать этот узел И сейчас запомните Невозможно распутать тот узел Который завязали И вяжут Начиная с убийства царя Вот я знаю Многие не любят Националисты А это немецкие цари Ну и что Однокровь Почитайте великого Пушкина Он пишет Гробовщик И что Гробовщик Повесть Перечитайте Кто друзья у гробовщиков Да немцы там Тут живут в Петербурге Пили напились Пьяные Их бы там привидел Понимаете Немцы Мы сроднились с ними Последние 300 лет Благодаря Петру Мы пак начали перемешиваться Нет Это оскорбляет Каких-то непонятных людей Которые И красные И русские И такие И сякие Понимаете И белые с казаками На этом переругались В 18-м году Потому что казаки За немцев А эти И сейчас Мы без немцев Тоже ничего не сделаем Но дело в том Что Европа уже погибла Она уже погибла Ее нет Осталось Да Все Остались мы Итак Грудинин не сможет Разрубить Узел Почему? Ну качество человек Я ничего о нем Не говорю Я понимаю Почему это выбрали И вот Леночка Которая занимается Парнями Которые Смят Это ужас Я сам сидел Вы не представляете Что это такое Как камера Начинается Когда закрывается Короче Хорошо Вот если бы Грудинин разрешил Пропаганду А он не может Почему-то Уже слабо Слабо характер Тогда можно было Надеяться Хотя бы на 30% Этих выборов И тогда можно было Начинать бучу Потому что надо Поднимать Нет Надо Буддовать Нужно И все Здесь Кто присутствует Я прошу Несите одно Всем людям Что Пусть они готовятся Выходить на улицу Ну давайте Ну сколько осталось Жить Год Мои парни Которые Давайте Застрелимся Да Давайте Застрелимся Не застрелимся Не застрелимся Ну что Значит Значит Самим Значит Надо быть В единстве Вот я говорю Я никогда Не буду их ругать Что они с Грудининым Я говорю Меня давайте Давайте Я народ уговорю Кончится Перед Выступил Лена Не надо кричать Темное Некрасивое собрание У нас вообще Нету такого порыва И я хочу сказать Что если вы За такого человека Который Якунинский Сулакшин Голосовали Призывали голосовать И выбирать его Президента То не надо Зажигательная Речь у вас Прекрасная речь Но мы Идем Командой И для нас Очень важно Донести Для людей Для людей Донести И у нас получается Уже собирать По крохам Этих активистов Понимаете Можно я потом Про это скажу Потому что Мне тоже надо Будет выступать Все Дискуссию заканчиваем Значит Следующий Предоставляю слово Юлия Стадничук Это новый политик Она пыталась Выдвинуться Кандидатом в президенты Подавляющее большинство Об этом здесь Ничего не знает Тем не менее Новое поколение Политиков возникает Слава богу Вот к сожалению У нас здесь Молодежи очень мало Но она должна Появляться И у нее должны быть Тоже свои лидеры Юлия Стадничук Уже Можно сказать Человек со сложившимися Зрелыми взглядами Вот решила Посвятить себя политике Давайте послушаем Ее точку зрения Здравствуйте Благодарю за приглашение На сегодняшнее мероприятие Действительно Моя политическая карьера Началась недавно Буквально В начале декабря А зовут меня Юлия Стадничук Мы уже организовали движение Общественное движение Называется За права и свободы Те, кто присутствовал На нашем собрании Друзья, давайте потише себя вести Сразу все будет слышно Мгновенно 4 января было собрание По движению меня В качестве кандидата И тогда же мы огласили Создание нашего общественного движения Вот оно уже оформилось И взяли время на оформление С названием За права и свободы И в продолжение Вот этого предыдущего Очень эмоционального выступления Хотелось бы вот что сказать Действительно Мы сейчас В ближайших выборах Находимся в очень сложной ситуации Когда нет реально Ни одного по-настоящему Оппозиционного Сильного кандидата Который бы мог Во-первых Объединить наши силы А во-вторых Действительно Представить По-настоящему Действительно Принципиально Иной подход К развитию страны И это В основном В этом и есть Наша проблема разделения То что мы находим Какие-то Где-то мы согласны С одним политиком Где-то с другим Какие-то тезисы Пересекаются Кто-то боится Потерять что-то существующее Но тем не менее Выборы Это настолько важный Этап в развитии В принципе страны Что его ни в коем случае Нельзя игнорировать Наши права Наши права Как народу на власть Оно закрепленовка институции Эта институция существует Но ее мы не отменяли И мы Она существует Она не отменена Формально ни один закон Ей не противоречит Есть противоречие духу Конституции Но нет противоречия букве Мы должны Так вот это и есть наша задача Сделать все Чтобы Конституция соблюдалась В данном случае Мы видим здесь такой шаг То есть Игнорировать выборы По сути Это облегчить задачу Тем Кто Эти выборы проводит Чем меньше людей Тем проще проводить Какие-то манипуляции С бюллетенями Чем-то тем проще Подсчитывать И так далее Второй вариант Который достаточно активно Предлагается сейчас Это Испортить бюллетень Но Испортить бюллетень Это Максимизировать шансы На второй Тур выборов Чудес не будет Будут те же кандидаты То есть Тот кому Позволят занять второе место На этих выборах Но Тем не менее Мы Участники нашего движения И Мы считаем Что достаточно Многие люди Мы не видим Никого из тех Кандидатов Кто бы действительно Представлял Нашу Точку зрения Наше Страдание Наше взгляд На развитие страны И Второй тур В данном случае Проблему не решает Поэтому мы считаем Что выход сейчас Для нас Законный Конституционный Свой бюллетень Сохранить И таким образом Демонстративно Подчеркнуть Тот факт Что ту часть права Наше право На власть Которое у нас есть Мы не делегируем Мы не делегируем Никому Никому из кандидатов Ни этой системе Которая проводит Эти выборы Мы оставляем его себе И таким образом Мы Собственно Имеем подтверждение На руках Мы не даем возможности С нашим бюллетенем Проводить какие-то Манипуляции Наверное Вы все знаете Истории Когда люди приходили На участки голосования Ближе к концу дня Голосования И выясняли Что их бюллетень Уже кто-то взял Эти истории Появлялись Если мы сохраняем Свой бюллетень То мы не даем шанс Этим людям Свой бюллетень использовать Это первый вопрос Второй вопрос Мы получаем уже Подтверждение Что есть люди Готовые совершить этот шаг И нам проще Уже организоваться Потому что Я совершенно согласна С предыдущим Очень эмоциональным оратором И в принципе С настроением Что нам очень нужно Действительно Собраться И совершить Некой какой-то шаг В развитии страны Какое-то подвижение Но мы сейчас понимаем Что мы в той ситуации Когда мы не понимаем Свои силы Мы не понимаем Что мы можем сделать Что не можем Вот таким образом Сделать этот первый шаг Сохранив свое право На власть за собой Мы уже начинаем Движение Именно наше Консолидированное Объединяющее нас Вот этим шагом Дальше Следующий для нас этап Это объединиться Найти нас друг друга Сейчас современные Средственные связи Позволяют это сделать И здесь мы Придерживаем С той точки зрения Что нет никакой Необходимости Выходить на улицу Более того Последние новости О госзаказах На всякие автомобили Для разгона Демонстрации Говорят о том Что власти готовятся Как раз к этим выходам На улицу Зачем нам Ийти на поводу Мы можем использовать Современные средства связи То есть это интернет Это и социальные сети Современные возможности Мобильных приложений Чего угодно Для того Чтобы найти друг друга И начать дальше Координированное Наше движение Вот такое Не требующее Вступление в партию Не требующее Какого-то членства Вот такого системного Который традиционно Воспринимается Вот как Деятельность Поэтому На наш взгляд Сейчас главнейший шаг Это вот свое право на власть Не делегировать Не отдавать И ни в коем случае Не игнорировать эти выборы Потому что Те силы Которые брошены Сейчас Вот на этот крадобалет Когда там Кандидаты снимаются Какие-то кандидаты Демонстративно в прорубь ныряют И потом об этом Громко трубят Но это все говорит о том Что выборы имеют Очень большое значение И голос каждого из нас Он очень нужен этим людям Зачем-то Им нужно Чтобы мы пришли Либо не пришли Но что-то сделали Значит мы Не должны Свой голос им отдавать Значит мы должны Оставить его себе Для того чтобы Такая Вообще Избежать каких-либо проблем В прошлом На прошлых выборах Я это уже сделала Я свой бюллетень На предыдущих выборах Президента забрала Никаких вопросов Ко мне В этом участке Не возникло Но я знаю Что у ряда людей Такие вопросы возникали И мы разработали Собственно такую инструкцию Которая появится Буквально В течение ближайших Ну я думаю Что в течение недели Появится у меня В соцсетях Все ссылки На документы И потом мы выложим На сайт Который мы сделаем Нашему движению То есть Пишется заявление Желательно Чтобы это было заявление От группы людей То есть Не один человек Выходит И забирает А вы объединяетесь В группу единомышленников Пишите коллективное заявление Руководителю Вашего избирательного участка Информируете о том Что вы планируете Свой бюллетень сохранить И здесь важно понимать Что ни одного закона Никакого вообще Никакого документа Не может быть Говорящего о том Что вы каким-то образом Портите госимущество Как были такие ссылки Кто-то боится Что испортить Кто-то боится Что это будет хищение Это полный бред Потому что Ваш бюллетень Это вот материальная Выражение Того права на власть Которое у вас есть Единственный момент Когда оно у вас есть В руках Вот это право на власть Вот эта власть Это момент выбора Во все остальное время У вас его в руках нет Оно существует Так в эфире Вы его забираете себе Таким образом На эти выборы Приходите в этой же группе В копии заявления Спокойно забираете Свои бюллетени Как полагается Получаете его По процедуре Оставите свою копию Забираете Сохраняете его себе Спокойно уходя Из этого участка Здесь никаких законных Мир пресечения К вам применено быть не может То есть максимум Это может быть Некое возмущение Со стороны Руководителя Этого избирательного участка В связи с тем Что да У них есть какие-то требования Определенная отчетность И так далее И вот этот первый шаг На этих выборах Нам позволит Уже начать дальше Объединять наши силы И пытаться Среди себя Найти вот того кандидата Который уже Сможет нас организовать Сейчас действительно Мы все очень разрознены И вот эти большие шаги Которые от нас требуются По каким-то Серьезным мероприятиям По выходам на улицу Это все слишком Слишком масштабно Это то, чего Одна ждут И что нам сделать Когда вы относитесь К пункту четвертому конституции К пункту четвертой Какой статьи? Конституции Ну вот там Статья Третья статья Вы имеете? А что это четвертая? А что это? Четвертая пара? Народовласть Народовласть Ну там в народном выражении Власть непосредственно Или через Вышую форму выражения власти Третья статья Ну вот в данном случае Да, третья статья Одну секундочку Сейчас Отвечу на вопрос Я отвечу вам Ну собственно Это и есть Вот это вот и есть Ваше прямое выражение Ваше право на власть Тем, что вы ее не делегируете Выборы фактически Это делегирование власти В соответствии с теми законами Которые существуют На любой порт На который Сберяется человек Предполагается Что он выполняет Определенные функции Эти функции Зафиксированы В тех правовых актах Которые Описывают Данную позицию Простите Вылетело слово Соответственно Вы ему делегируете Вот эту вот Ту часть власти Которая предполагается Данным правовым актам Которые его Собственно Определяют В данном случае Это президент Все что вы запомнили О президенте Все это делегирует Мы не делегируем Мы ему не даем Право Это понимает О нас решение И в зависимости от того Сколько нас будет Ну даже Один процент Влетений Который мы сможем Вынести Это будет Очень серьезный Шаг для власти И главное Что это Тот такой Прецедент С которым Невозможно Взаимодействовать С привычными Такими методами То есть Разогнать Запретить Еще что-то Это совершенно Законное право Наше законное право Которое через все Международные акты Проходит Абсолютно Такое Очевидно Потому что Это наше право Не делегировать Эту власть Мы не видим Возможности Выдвинуть Своего кандидата Продолжая Вот как раз Эту тему На вопрос Почему Не зарегистрировали Мы совершенно Сознательно Принимали решение Я выдвигалась При поддержке Своей группы Поддержки Нашего движения Подвигалась Совершенно Самодвижентом То есть Мы прошли Все этапы Которые необходимо Пройти Самодвижентом Понесли Все те расходы Которые необходимо Понести Подготовили Все документы И поняли Что фактически Законы О референдумах О выборах президента Они дискриминационные Они вводят Очень сильный Имущественный Финансовый цен Невозможно Несмотря на то Что Конституция Декларирует право Я прохожу По всем необходимым Тем нормам Которые существуют Конституции И даже Как у Навального Нет никакого конфликта Между Судимости Закрытыми Закрытыми У меня ничего Такого нет Я не могла Пройти просто Этот цен Собрать 500 подписей То есть Совершенно сознательно Я не выдвигалась Ни от какой партии Чтобы во-первых Не зависеть Ни от какой идеологии Которая была Предложена уже Этой партии А с другой стороны Пройти вот этот Максимально сложный путь Набрать 500 подписей Это значило Организовать Достаточно сложные мероприятия Понести очень большие Расходы на нотариусы И как и неожиданно Для нас выяснилось Далеко не все нотариусы Готовы работать На таком мероприятии Это тоже отдельная Совершенно задача Ну и вот это вот Известно То что много обсуждалось Тот факт Что на Выдвижение Было выделено 20 дней Из которых 10 дней Попадали фактически На праздники Это тоже в общем-то Было такое Административное ограничение Не дающее возможности Юлия просьба заканчивать Просьба заканчивать Да Можно я тоже Подожду Нет подождите Подождите Не надо ничего предлагать У нас осталось Полчаса времени И выступающих Еще достаточно много Ну подождите Вы потом Можете поговорить Об этом Юлия просьба Закончить Выступление А дальше что А так вот Дальше Следующий этап Который мы предлагаем Это нам собственно Объединить наши силы Найтись И среди себя Уже Начинать выдвигать Независимых кандидатов И проводить Альтернативные Какие-то выборы И какие-то принимать решения Вот среди тех людей Которые То что мы делаем Гадали уже Спасибо Мы только не следили На свое право на власть И не принимали Мы это уже прошли Все Юлия Спасибо Это у вас Первоначальный этап А мы это уже проходили Друзья Сейчас Друзья Во-первых У нас еще будет время Пообщаться Вы сможете задать Задать вопросы Непосредственно Тем кто выступал У нас еще есть Четыре человека Которые Хотят кратко Кратко выступить Но я все-таки Возьму слово Скажу то что я хотел сказать Иначе Иначе не успею Говорю громко Специально Чтобы перекрыть Тех кто Вместе со мной Одновременно говорит Значит Первое Конституция у нас Не была принята Не более Около 30% Только за нее проголосовали Но другого закона На территории России Нет Вот И раньше тоже Были такие Дарованные законы Сверху спущенные Это лучше чем Вообще никакого закона Тут хоть на что-то Можно ссылаться Поэтому мы ссылаемся На конституцию Которую мы Не утверждали Треть населения И то это По фальсифицированному Фальсифицированному Референдуму В 93-м году Якобы мы Проголосовали Не было этого То есть Конституция Каждый должен знать Она не была Принята народом Но пусть хоть такая Будет там написано Вот это Третья статья Что источником власти Является народ Но мы точно знаем Что мы не являемся Источником власти Потому что Ничего из того Что есть во власти С нами не связано Ни депутаты Ни президент Ни судьи Никто вообще Поэтому Действие этой статьи Запустить эту статью Конечно нам хотелось бы И мы бы с этим Могли бы пойти на выборы Но как сказала правильно Юлия У нас нет возможности Вот она как бы Сама на себе Предприняла такой эксперимент У нее нет конфликта с властью У них У нее нет Никакого Как бы негативного фона Вот она говорит Я хочу выдвинуться А невозможно А невозможно Даже если бы она собрала 500 человек Иди собери эти 100 тысяч подписей Или там 300 тысяч подписей Если ты не от партии Да ты не соберешь просто Потому что куда бы ты ни пришел Стоит полицай Который тебе помешает Это сделать Не будет это сделано Кроме того Мы смотрим сейчас Хорошо Мы вот пошли Пошли поддержать Грудинина Мы смотрим А смогли бы мы Национально-патриотические силы Набрать эти 300 тысяч подписей Например Если бы освободили Владимира Васильевича Ковачкова Мы бы все пошли Собирать подписи Потому что это бесспорно Для нас лидер Не было бы никакого Грудинина За него бы Собирали подписи Думаете Зарегистрировали бы Но мы помним Опыт с Генералом Авашовым Все было сделано 500 человек собрано Нашли одну запятую Раз И нет кандидата А еще хуже было бы Сказали Иди собирай Собрали 300 тысяч Там 500 тысяч Не важно сколько Миллион Принесли Они бы посмотрели И сказали Знаете 20% тут брака Все До свидания А мы потратили силы И так далее Еще хуже Если бы допустили до выборов И как сейчас Грудинина Поливают грязью А слова ты сказать не можешь Вот все Жириновского выпускает Он какую-нибудь гадость Про тебя сказал Дайте мне оправдаться Нет ему не дают Вот нашего кандидата Выпустили Его бы стали поливать грязью У него бы нашлись Внебрачные дети Внебрачные связи Грязь всякая бы полилась Он бы сказал Пустите меня на телевидение Дайте я скажу Этого ничего не было А я бы ему сказали Нет извини Мы тебя не пустим Вот такая ситуация Значит в этой ситуации Какой обдуманный может быть поступок Мы уже не можем ее выразить Вот просто так на словах Поэтому и поэты здесь выступают Потому что только через поэзию Мы можем выразить свои эмоции По поводу того Что происходит в стране А рационально это осмыслить Почти невозможно Вот Елена Львовна Меня попросила сказать По поводу еще того Что у нас в 17-м году У нас же два приговора К реальному сроку По слову на букву Ж Два реальных срока По полтора года Это Владимиру Васильевичу Добавили полтора года Но там сложилось Плюс восемь месяцев С небольшим добавилось И Юрию Екишеву Которого выпустили Он уже отсидел Эти полтора года Во время следствия Его выпускают И на следующий день арестовывают За то что якобы Картинка там не такая Знаете там какое-то существо нарисовано Оно похоже на еврея Об этом сказали Сказали эти Ну там крыса нарисована А говорят оно похоже на еврея Поэтому мы человека Арестовываем И сажаем в тюрьму Ну шутки шутками Он сидит в тюрьме Потому что какой-то негодяй Из вот этих вот Из карательной экспертизы О которой я пишу Вот Юрий Екишев Если кто его не знает Он за это сидит сейчас в тюрьме И сейчас идет следствие Всерьез по этой Карикатурке Или русскому лубку Который был сто лет назад Это уже абсолютно нерациональный Невозможно рационально осмыслить Мы когда собираемся Мы же рассчитываем на то Что есть русское искусство Вот этот календарь Замечательный С картиной Замечательного художника Анатолия Набатова Который здесь присутствует Мы рассчитываем Что есть русская литература Есть русская поэзия Вот кстати Русских художников Я не знал Но их много Хороших русских художников Много И можно в интернете найти Только вы их не узнаете Никогда Потому что их не выставят В манеже Есть много русских поэтов Только кто их будет публиковать А русский интеллект Ну его же просто затоптали Где русские ученые Русские мыслители Где они выступают Вы думаете на телевидение Их приглашают Ну даже на канал Спас посмотришь Ну это же позорище Что там творится Вроде бы православный канал Кого они туда приглашают Просто чумных каких-то людей И если приглашают православных Ну почему-то таких несимпатичных И таких косноязычных Что дальше уже ехать некуда Поэтому вот мы и задумались о том А как мы дальше жить-то будем В такой ситуации Вот нам еще предлагают Шесть лет путинщины Вот этого абсурда В котором мы живем Ну вы посмотрели на Грудинина Ну он не ангел во плоти Он не из русского движения Он вообще о русском вопросе Ничего не понимает Ну это просто обычный Нормальный человек Говорят Это олигарх У него там миллиарды Ну поэтому и говорят Что у него там миллиарды Потому что их там нет А если бы они там были То не говорили бы Как там про Абрамовича Или там Про каких-нибудь там Виксельбергов Приятелей Путина И так далее Вот про них не говорят По телевидению А про него сказали И Жириновский У которого доход В три раза больше Чем у Грудинина В течение года Про него не говорят Откуда у него деньги Откуда у него деньги Целые там этажи Скупать недвижимости В Москве Откуда Не говорят же об этом Поэтому говорят о тех У кого этого нет И про него тоже Молчали А что-то все молчали И вдруг Грудинин еврей Да не еврей Он на букву Ж Вы что не знали Он вообще галактический еврей Да нет У него отец русский Отец отца русский И что он еврей что ли У него мать матери русская Это что он еврей Да У него только дед еврей И он об этом сказал Когда у него спросили Ты русский Нет У него спросили Какого происхождения Я русский сказал Ну правда Вот у меня У меня дед еврей Поэтому вот мать Можно считать еврейкой Но на самом деле Это же не так То есть это обычный человек Который занимался Обычной деятельностью И уникальной только тем Что он не в карманы Все распихал А построил там Просто город сад На самом деле Создал такой Локальный коммунизм И вот его сейчас Начинают Значит Изничтожать Причем Опять из нашей среды Я вспоминаю Что было с партией родина Конечно Тоже не все было чисто Свои же изничтожали Здесь Единственный Непутинист Вышел Единственный Непутинист Вышел на выборы Да Через коммунистов И давай его Стирать в порошок Да вы про Путина То же самое Скажите То что вы Говорите Про Грудинина Скажите Хорошо За кого же голосовать Если он красный Да там краснотой Замазано все Я там на один форум Пришел Говорю Ребята Вы тут вроде как Выборами занимаетесь Чего вы все красным Замазали Ну и меня тут конечно Там вся эта коммунистическая Молодежь Стерла в порошок А тут вот как раз Александр Кузьмич Говорит что где-то там еще На собрании Национал патриотов Или националистов Я тоже плохой Ну как Пришел к красным Плохой Пришел к национал патриотам Плохой А как мы собираемся Бороться за власть Ну давайте подумаем Что есть хотя бы Какой-то этап Вот нам надо снести Эту поганую власть Кто сейчас может Реально Вот реально Если из тех Кто вышел на выборы Кто может изменить Эту власть Хоть в чем-нибудь Да кроме Грудинина Никто не может И Грудинин не сможет Он сможет только Убрать Путина Все Но это очень много Ей богу Это очень много Но Как произойдут Мы же знаем Что будет в конце Что будет в конце Извините уже Голоса немножко не хватает В конце объявят Путина победителем Вы знаете же это Вы же знаете Что Путина объявят победителем Как бы мы не проголосовали Но мы смотрим В интернете Все голосования дают От 60 до 80 процентов За Грудинина За Путина процентов 15-20 Остальные за остальных Или бойкот и так далее Вот позиция интернета А на улице Когда в том числе Наши опрашивают Обратная наоборот ситуация Вот кто в интернете Тот понимает Все понимает Что надо сносить Эту власть А кто ходит по улице У него спрашивают Как ты вот За Грудинина Или за Путина А ведь только это есть Грудинин, Путин Все остальное Малозначимо И многие говорят Ну примерно Процентов 30 Говорят А кто это Да Это люди в том числе И не знающие Что выборы там будут И так далее А если спрашивают За кого ты будешь голосовать Получается 60 на 20 наоборот 60 за Путина То есть те Кто не посвящен Кто не погружен В информационную среду Они даже не знают Что они рабы в своей стране Им это привычно И хорошо Они ходят каждый день На работу Получают жалкую зарплату За них решают Кто будет руководить страной Куда она будет идти Куда будут Направляться доходы От богатства страны Кто ее будет грабить И кто здесь будет хозяином Им все равно Нам все равно Или нет Вот сейчас Современная ситуация Такова Что если ты Не получаешь Вот этот поток информации Который есть в интернете Тогда ты просто Ничего не знаешь Ты просто и остаешься Вот тем самым рабом Что дальше Хорошо Путина объявят Мы все скажем Каждый из нас скажет Это вранье Не может быть в нашей стране 60% за Путина Не может Они объявят в первом туре победу Несомненно Но Именно Грудинин Может нанести Вот надломить хребет Этой поганой системе Потому что мы В результате его участия В выборах Мы подключились к этому И изнутри увидели Как все это делается Мы увидели предательство КПРФ Предательство отверха донизу Кто-то рассчитывал Но получают же голоса коммунисты На каждых выборах А здесь мы конкретно видим Каждый день Сражаясь с ними В этих штабах В регионах Мы видим как в регионах относятся Есть правда несколько регионов Где договорились без вопросов Там например Краснодарский край Раз сходу вместе Встали в один штаб Объединились и работают И таких мест Ну может быть Меньше четверти Ну процентов 20 В остальных Везде на местах Коммунисты встречают Национал-патриотов Как абсолютно чужих Говорят Да это наш кандидат Чего вы пришли-то Идите отсюда То есть они даже Не рассчитывают на то Что какой-то широкий Народный фронт собрался Национально-патриотические силы Присоединились И поддерживают Не коммунистов поддерживают А Грудинина Они говорят Не вы вставайте в очередь Чтобы агитировать за КПРФ Они везде вывешивают Эти огромные баннеры КПРФ Везде лепят свой значок КПРФ Они борются только за себя За свои мандаты Которые на следующих выборах будут А Грудинин для них Как раскрутка И Грудинин сам это уже понимает Ну его вот так Окрутили вокруг Обложили со всех сторон Вот этими красными зеленами И он без наших усилий Он так и останется Коммунистическим лидером Получит свои 20% И до свидания Но если мы взломаем эту корку Если мы как национал-патриоты Будем биться За Грудинина Против Путина И против коммунистов Саботажников Не все коммунисты конечно Саботажники Подавляющее большинство коммунистов Давно не коммунисты Потому что они не верят Ни в мировую революцию Ни в рабочий класс Ни в интернационализм И так далее То есть все что составляет Основу коммунизма Они в это не верят Но они правда верят В серп и молот Там Ленина, Сталина И так далее Ну вот такие люди Они конечно станут Когда-нибудь русскими людьми Когда осыплются И эти уже отжившие символы Но нам надо просто подождать немножко Но если мы совместно понимаем Что нам надо сломать эту систему Тогда мы идем на выборы Голосуем за Грудинина Все Не для того чтобы он стал президентом Он им не станет Он им не станет А если станет Ну слава богу Тогда хоть Путин уйдет Ну слава богу Хоть какое-то будет продвижение вперед Хоть немножко обновится эта власть А дальше уже мы решаем А дальше мы видим Расчехлились Все буквально Все агентурные сотрудники Которые были внедрены В наше движение Которые поливают там всех подряд Грязью Лишь бы ничего мы не делали Вот Совершенно понятно Стала и тактика власти Мы поняли Что и мы слабы Потому что А где наши штабы Нам тоже сложно Нам тоже сложно Сорганизоваться Потому что у нас Ни одной партии всероссийской нет Ни одного всероссийского движения Вообще ничего нет Мы собрали Русский национальный фронт Из осколков Ну нас же очень мало Вот Александр Кузьмич знает Какой наш потенциал Если мы не занимаемся Организационным строительством Мы вообще никогда не победим И эти выборы нам показывают Как Кто вообще способен Хоть что-нибудь сделать Хоть как-нибудь организовать Агитационную машину Хоть как-то организовать штабы И вот на этих людей Мы в дальнейшем будем опираться Будут другие выборы А вообще-то вопрос решится Не на выборах А выборы просто легитимируют Переход власти К каким-то другим силам А мы-то силы Должны как-то сформировать Нас как силы Не существует Вот в чем беда А если мы будем Этой силой Тогда мы И на этих выборах Покажем себя И на следующих Но только не надо Разбегаться в разные стороны И говорить Тьфу на вас Если вы за Грудинина Вот я с этим Заканчиваю Своё бурное выступление У нас ещё четыре коротких выступления Времени у нас осталось Смотрим Осталось ещё Двадцать две минуты Так Первым у нас выступает Максим Высокий Из Чёрной сотни Здесь есть Пожалуйста Следующий Климен Алексей Из Русского имперского движения Здравствуйте Рад всех приветствовать От лица Редакции журнала Православный напад Разложение Моральное Эстетическое И прочее Началось уже давно Ещё сто лет назад Началось оно С Чёрных квадратов Малевичей И прочих Композиций Номер шесть Кандинских Сначала Публика была шокирована А потом ей На протяжении Сто лет Объясняли Что на самом деле Это гениально На самом деле Это новаторство И вот теперь Попробуй Ткни В какого-нибудь Модельяне И скажи Что его портреты Это мазня первоклассника Тут же Тебя заплюют Заклюют Скажут Что ты Скажут Что ты Бракобес Что ты рекционер И так далее Примерно То же самое Происходит Такая вот Подмена понятий Происходит повсюду Возьми Взять за пример Изучение Иностранных языков 25 лет назад Когда я Изучал английский язык Мы писали На английском языке Сочинение Мой дом Мой родной город Моя страна Кремль И Писали о своей стране Сейчас откройте Любой учебник Иностранного языка Вы прочтете Что Лондон Одна из величайших Жемчужин мира Манчестер Ливерпуль Чуть ли не географию В Великобритании Проходит Ничего не напоминает Господа 200 лет назад Вся знать Разговаривала На французском языке Русский язык Был непопулярен Потому что Это Не то Вот чернь На нем разговаривает Что получили Получили Нашествие Наполеона Смотрим дальше Буквально недавно До чего доходит Вся эта пропаганда Буквально 10 лет назад Чуть больше В 2006 году Извращенцы пытались Провести свой парад В Москве Да конечно Лужков издал Какой-то там указ О запрете проведения Но Черта с два Сработал бы этот указ Если бы Тысячи православных Не вышли на улицу И не сказали свое нет Извращенцы напоролись На такое ожесточенное Сопротивление Что их отбивал У восставших Скажем так Православных Людей ОМОН И ОМОН задерживал В первую очередь Православных Но даже в камерах Где ваш покорный слуга Оказался Задержанный там За разгон Этого гей-парада Мы ликовали Потому что Это была Первая за 20 лет Победа Что мы наблюдаем Сейчас Открываем интернет И смотрим Какая-то малолетняя Мразь В Ульяновском Училище Гражданской Авиации Снимает Постановочный Ролик Где крутят Причинными Местами Изображая Гомосексуалистов Какую мы видим реакцию Никто не пошел им Бить морды За оскорбление Просто самого Звания Русского студента Русского курсанта Будущего офицера Жириновский Взял их под защиту Со всех сторон Пошли снимать Такие же ролики МЧС Врачи Какие-то Половные бабки Начинают изображать То же самое Максим Просьба Закруглять В результате Время Что мы имеем Имеем полное Разложение А все Молчат Прошу просто Каждого Задать себе вопрос Что я Лично Сделал Для того Чтобы этого Не произошло Кто в интернете Кто является Пользователем Кто в соцсетях Поднимал Против этого Свой голос Те кто не пользуется Интернетом По разным причинам Пожилые люди Не умеют Либо не имеют Даже компьютера Но вы Ходите в поликлиники Вы ходите В собесы Вы ходите В ветеранские Организации В очередях В транспорте В магазинах Где угодно Поднимайте Этот вопрос Разговаривайте Вспомните 20-25 лет назад Какая-нибудь Малолетняя тварь С вот таким пирсингом Как это называется С сережками По всему лицу И татуировками Чуть ли не на лысине Если бы они В таком виде Появились В общественном месте Заплевали бы И заморозили Все Максим Мы можем Это исправить Максим Вы русские С нами бог Алексей Клинин Пожалуйста Следующий Павел Павел Валерьевич Русско-имперское движение Именно Алексей Русско-имперское движение Ну поскольку времени мало Я постараюсь Тезисно У меня три тезиса Значит Первое Это отношение К Грудинину Мы сегодня Все собрались Наверное обсуждать Самую главную тему Как мы относимся К господину Тире товарищу Грудинину Это не Грал Да действительно Вот уважаемый коллега Выступал позавчера На базе клуба Консерватор Состоялась Значит Дискуссия Там порядка 50 человек Было 10 Значит Различных организаций Правого толка пришли И там Была Предложена Повестка дня Либо мы поддерживаем Грудинина Либо мы Его Так сказать Демонизируем Русско-имперское движение Значит Предложило Третью позицию Избрать Нейтральную Позицию Грудинину То есть Воздержаться От критики Этого человека Который Расшатывает Эту гнилую власть Мы все должны Осознать Что мы можем И поддержать И так же Мы можем Значит Выразить Свой нейтралитет Поэтому мы Выразили В этой Резолюции Активный Нейтралитет По отношению Грудинину Потому что Многое Из того Что он Делает Положительно Теперь Значит Я согласен Абсолютно С Андреем Николаевичем Что Кандидат Грудинин Ничего Не изменит В нашей Стране Что Какие Две задачи Решает Грудинин Первое Это повышение Явки Вот Именно Этот Коэффициент Так называемой Неопределенности Значит Беспокоит Нынешний Режим Маленькая Явка Я сам Лично Участвовал В сентябре В выборах Муниципальных Явка Была От 12 До 15 Процентов От выборного Состава Участников То есть Вера Населения Уже Убита По всей Стране Поэтому Этот коэффициент Интересует Сегодняшнюю власть Повысить Явку И Грудинин Будет Активно Решать Этот вопрос Это Негативный Момент С этой Точки Зрения Вторая Задача Грудинина Это Легализовать Вот этот Тиранический Режим Легализация Поэтому Я бы Посоветовал Грудинину И Андрей Николаевич Наверное Этот вопрос Поднимет Сделать Два Действующих Момента После этого За Грудининым Пойдут Миллионы Первое Именно Зарегистрированный Кандидат Имеет Право Подать В избирательную Комиссию Заявление О признании Одного Из кандидатов Мы знаем Кого Как выдвигающегося Значит Противоречие Конституции То есть Этого Кандидата Можно снять На основании Этого Заявления Я подчеркиваю Это может Сделать Только Зарегистрированный Кандидат Это Первое И второе Что Хотелось бы Посоветовать Грудинину За три дня До 18 Марта Уважаемый Господин Грудинин Снимите Свою кандидатуру И объявите На весь мир Что Этот Режим Дошел До Тупика И тогда Вот после Того Как он это Сделает За ним Пойдут Миллионы В том числе Русское имперское Движение Поверит в этого Человека Они за нами Не пошли Теперь Что делать Что делать Здесь многие Высказали позицию Что делать Как быть Вот мы В русском Имперском Движении Создали Аналитический Клуб И изучаем Разных Монархических Писателей В том числе Значит Владимира Махнача Вот Владимир Махнач Очень много Говорит и пишет О полибиевой схеме Это сочетание Монархической Формы правления Аристократической И демократической Так вот Друзья мои Сегодня Монархия Превратилась В тиранию Это во власть Эгоистического Правителя Это на лицо Это мы видим Это Даже обсуждать Не стоит Аристократическая Форма правления Переросла За эти годы В олигархию Это когда Аристократы Замкнулись И стали Недоступными Отсутствие Социальных Лифтов И демократия Это власть Полноправных Граждан Где она Демократия У нас Полностью Отсутствует Демократия Ее нет Ни свободы слова Ни свободы выбора Поэтому Мое предложение Такое Пойти Всеми колоннами Общество Общества И монархисты И левые И в том числе Демократы И умеренные Либералы Пора уже Объединяться И сделать Эту полибию Схему Практически И я заканчиваю Значит Вот здесь Значит Еще Многие Говорят Что делать В пятницу 2 февраля Будет объявлено О национализации Этого триллиона Который осел В Соединенных Штатах Америки Буквально Через некоторое время Этому примеру Американцев Последуют Англичане Там полтриллиона Осело В Великобритании Вот именно Это приведет К остановке Всех предприятий В России И к обнищанию Нашего населения Вот тогда На Пушкинскую площадь Выйдет не 10 тысяч человек Как сегодня А 2-3 миллиона Поэтому Мой лозунг Пусть сильнее Грянет буря Спасибо Как говорит Владимир Васильевич Кулачков Национальная революция Неизбежно Хотел бы В нашем случае Павел Валерьевич Вам слово Скажу только Что Грудинину Я лично Сказал 28 декабря Что он должен Снять свою кандидатуру Если увидит Что выборы Нечестные Действительно Он знает Об этом Поэтому Если он не снимет Ситуации Когда С ним расправляются Так как сейчас Ну так Значит Выборы Будут поддельные Что делать Значит мы призовем Не ходить на них А пока мы призываем Поддерживать Грудинина И голосовать за него Пожалуйста Павел Васильев Русское имперское движение Московский отдел Дамы и господа Братья и сестры Например с крещением Господнем Прошу Пять минут у Вас Сколько? Пять минут Как Вы написали Значит Ситуация очень Непростая Особенно нам Беломонархическому движению В своей основе Говорить о таком Как бы союзе Очень Ну непросто Вот Но надо понимать Конечно Что А тут вот Некоторые говорили Да За столетие От второй русской смуты Вот Что конечно Коммунизм принес И разгром Православной русской Государственности И разгром Русской церкви Раскол ее На несколько Основных юрисдикций А Одна из них Вообще Раскол На части Мелкие Вот Поэтому И кстати говоря То о чем Вот недавно К сожалению Грудинин Повторил Путинскую фразу О том Что тело Ленина Это все равно Что мощи Православных святых Ну Он немножко По другому Скал Ну Смысл все равно Такой Смысл все равно К сожалению Такой Вот Поэтому Значит Ну Дней 5 назад Но самое интересное Что Значит Мы действительно Вот Алексей сказал Позавчера были На том самом Собрании Где наше движение Единственное Которое Защитил Андрея Николаевича От этих Значит Всех Попыток Вас дискредитировать А кто там был Ну а кто Если Очкина Бокрова Так это Путинис Там Движение По одному Человеку В движении Ну мы их знаем Все Путиниса На оплате Но Но все же Это как раз Те самые Расчехлившаяся Агентура Мы их знаем Но все же Как раз У жидов И деньги Постоянно берут Но вопрос Ведь еще Не только в этом А в том Что А в чем Нужно Я тогда Я тогда Сказал Что Почему же Не попытаться Свалить руками Одного большевика Более главного Но Весь вопрос Заключается в том Вы нам В свое наступление Сказали Что его сейчас Как раз Оккупировали коммунисты А удастся ли Его вырвать Из этого кольца Это вопрос Это к нам вопрос Потому что Если его вырвать Не удастся То Вы сами понимаете Что дискредитированы Будем Все мы Потому что Сидеть ничего не делай Нет Я не говорю Что сидеть Если мы ничего не делаем Тогда мы дискредитированы А если мы стремимся Разбить этот круг С одной стороны Да Но если у нас Не получится Вырвать его Из этого кольца Тогда получается Что как бы Вместе с ним И мы будем дискредитированы И эти голоса Уже раздают Павел Ну стоило мне приехать В Самару Итальяне Мне Мне вот уже говорят И он сделал то Что мне нужно было Вы Значит Вы Беломонархисты Отменяйтесь с коммунистами И вопрос заключается Не идейно Да некоторые коммунисты Гораздо больше националисты Я отвечаю Ну Елена Это очень спорный вопрос Ну не спорный Ну выступайте Выступайте Есть порядочные И вопрос заключается Сейчас в том Чтобы Вот вы В своих Русских новостях Анна Николаевич Все время говорили Что 20 вопросов Вы задавали К сожалению Ни на одном Сайте Ни Русского национального фронта Ни вашей партии Эти вопросы Я не нашел Поэтому желательно Увидеть Или услышать Чтобы четко определиться Потому что Мы пока наблюдаем Мониторим ситуацию Мы не отказываемся От этого Как вынужденного Повторяю Союза Но Весь вопрос Будет заключаться в том Удастся нам Его вырвать Из этого кольца Или нет Благодарю И так далее Много Я хочу подойти Ко всем этим проблемам С практической точки зрения Если мы хотим Восстановить Россию Если мы хотим Нашей победы То прежде всего Мы должны Из себя представлять Субъекта Так Понятно Ключевой момент То есть без объединения Ничего не получится Каждый сам по себе Поэтому все Кто стараются Нас размежевать Понятно Что это Хитрые ребята Теперь Прежде чем Решить задачу Против танка С мечом Воевать бесполезно Значит Нужно Прежде всего Смотреть Какой расклад сил И понимать Эти силы И как они работают И понимать Эти технологии Если мы этого не понимаем А я вот послушал Многие Я вижу что Не буду говорить Ни про кого плохо Все говорят правильно Но Большинство Вот в интернете Сколько я сижу Уже много Я вижу что люди Практически Мало чего понимают Мало чего понимают А поэтому Не разобравшись С технологией Очень сложно Предпринимать Практические действия Которые ведут к победе Просто изображать Плащ Ярославный Не интересно Важно привести К победе Чтобы ваши действия Привели Для этого Нужно Во первых Как говорил Ленин Тот же самый Учиться 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 То есть нужно Просвещение И понимать Эти технологии А во вторых Нужно объединяться Потому что я уверен И писал тоже Грудинина туда Что дело Не в президенте Мне например Все равно Какой будет президент Абсолютно Мне важно Чтобы из Неправового государства Все таки Образовать Сделать Правовое государство И чтобы Сформировать Один единственный Инструмент Это формирование Обратной связи От людей К органам власти И к органам Которые законотворческие Которые законы пишут Если мы это Сформируем Этот механизм Обратной связи Ну в Швейцарии Это там Референдумы Не важно У нас что угодно Может быть Тогда нам все равно Какой будет президент Мы на него влияем Но если вот выберут Допустим Представьте Грудинина Или еще кого-то Его скрутят На следующий день Десять раз сильнее Чем Трампа скрутили И ничего у нас Не выйдет Поэтому Я еще раз говорю Что нам сейчас Не важно Кто будет президент Важно сформировать Тот инструмент С помощью которого Мы можем влиять На все на это А для этого Нужно во первых Разобраться Во всех этих технологиях Которые Скрутили Россию В барониров Хорошо Спасибо Спасибо Друзья У нас Время Нашего пребывания Здесь истекает Я сейчас Заключительное слово Скажу Потом можно будет Пообщаться Еще в фойе Потом еще И у нас будет Еще Ну некоторое время Вот кто захочет Там книжки посмотреть Но нам надо будет Надо заканчивать Еще раз Напоминаю Что каждый Может взять Вот здесь Календарь Свежий Замечательные картины Это бесплатно Для вас Вот художник Анатолий Набатов Сделал Поэтому подойдете Возьмете Перед выходом Вот в заключение Просто скажу Те моменты Которые Не были освещены Мы вот забыли И ГПР ЗОВ Тех кто У нас сражался За право на референдум И как раз За ту самую Обратную связь Они осуждены И будут теперь Длительное время Находиться в тюрьме Уже апелляционная инстанция Прошла Вы должны их помнить Вот они здесь Тоже в этой книжке Обозначены Барабаш Парфенов Соколов И Мухин Которому условный срок Дали А эти будут сидеть По 3,5-4 года Вот поэтому С ними надо проявлять Солидарность И всячески Им помогать Преодолеть Тот тяжелый Период жизни Который Уже у них Начался Довольно давно Уже больше двух лет Прошло Вот По поводу того Что Грудинину Были поставлены Вопросы Ну во первых У него есть свои 20 ответов 20 шагов Грудинина Кто почитал То прекрасно понимает Что все это правильно Все это правильно Но этого недостаточно Вот поскольку это недостаточно Было подготовлено еще Не вопросы А ответы Ответы у него есть Они Не могут пройти Сквозь цензуру Значит там Красных цензоров Которые сидят Эти ответы Были подготовлены То есть кратко Формулировка Там в виде такой беседы Вопрос-ответ Все это готово Все это поступило Болдыреву Болдырев вы видите Рядом зачастую С Грудининым сидит Но воплотиться В эти На публике В эти ответы Пока ничего не получается Вот я ожидаю Что скорее всего И не получится Но мы до конца Должны пройти Этот путь Чтобы не сказать Потом самим себе У нас шансы были А мы ничего не сделали Поэтому наш Наш шанс Свалить этот режим Это Грудинин Это такой таран Для нас Это не мы сами Но это Некая острая тарана Которую мы можем Подпереть И еще Свои силы увеличить Потому что Наш голос Вот голос просто Участников Избирательной кампании Усилился в 10 раз Я вижу По посещению Своих ресурсов По видеороликам И так далее В 10 раз Это что-нибудь Да значит Ради этого Стоит участвовать В выборах Чтобы твои позиции Были озвучены В 10 раз сильнее Конечно Нам этого мало Нам нужно В 100 В 1000 раз Но если мы будем Участвовать Не узкой группой А если все будут Участвовать в этом Участвовать в выборах То хорошо Призывайте к бойкоту Если хочется Но вы участвуйте Обсуждайте А что вам обсуждать Обсуждать Ситуацию в стране Что говорит Путин Что сказал там Брякнул Жириновский Почему За Навальным Нам нельзя ходить Я об этом буду Говорить постоянно Нельзя за ним ходить Потому что Это ложная цель Даже если он призывает К бойкоту Вы же понимаете Какие у него цели Если одно дело Там национал-патриоты Призывают часть К бойкоту Другое дело Навальный Что мы друзья что ли И с Грудининым То же самое Его поддерживают коммунисты Но мы не друзья К коммунистам Мы поддерживаем Грудинина А не коммунистов А коммунисты говорят Не-не Вы нас сначала поддержите А потом До вас до Грудинина Допустим Нет Мы стремимся к тому Что Отодвиньтесь Ребята Мы здесь равноправны В том что мы поддержали Грудинина На съезде его Хотя не обладаем Тем правом Которое предоставлено Путиным Предоставлено коммунистам Они могут без сбора Подписей Выдвинуть У нас нет такого права Но мы тоже поддержали Значит мы Мы имеем право Доступа к нему И на озвучивание Наших тем Ровно столько же Сколько и коммунисты Сейчас 90% Отобрали коммунисты Там много правильного Он говорит Кто слушает внимательно Очень много правильного Но если неправильно О чем Вот здесь было сказано Павлом Валерьевичем Неправильно он говорит О Сталине О Октябрьской революции И так далее Это то что у него Зацепилось В мозгу От прежнего образования Мы с ним почти Одного год Чуть-чуть старше У него это зацепилось Ну ему надо это все объяснить Ну как объяснить Если нет людей Которые вот Могут до него Это положить ему на стол И как-то в мозги Ему все это дело Положить У нас специально для этого Создана была команда Народных лидеров Народное правительство Людей авторитетных Кто в экономике Кто там в политике Там в управлении государством Там в юридических вопросах Кто-то там По гуманитарной сфере Кто-то там в медицине И так далее То есть вот спектр Был составлен Реального правительства Которое сейчас Вот Грудинин там Не уверен в себе А что вот его скрутят Правительство создано Впервые за все годы Создано правительство Народного доверия Ему можно доверять Вот этим людям Потому что каждый Своей судьбой Подтвердил Что он не с этими Не с олигархами Он подтвердил И мы Грудинину Как подарок принесли Твое правительство есть Он пока не встретился С этим правительством Вот на неделе Мы надеемся Что такая встреча произойдет И там будет сказано То что сейчас вот говорились О правильном и неправильном О поддержке и неподдержке Мы все это скажем ему Но я вас уверяю Вот на нынешней На нынешней ситуации Нынешняя позиция наша Поддерживать Грудинин В избирательной кампании Ближе к выборам Мы определимся Так же как и Владимир Васильевич Квачков Тоже пообещал Что он определится позже Хотя ему уже там напели Всякие негодяи Я прямо скажу Уже напели Ему там написали Чего-то такое И он уже сейчас готов был Сказать все Что он думает Об этой избирательной кампании Но он согласился Что надо подождать Еще она не закончилась Она еще толком И не развернулась И мы посмотрим Можно ли будет поддержать Грудинина Например за неделю До выборов А что вы торопитесь Поддержите нас Те кто старается Продвинуть русскую тему Программу Грудинина Нас не хотите его поддержать Нас поддержите Поддержите саму Эту русскую тему Своими выступлениями Там в сети С беседами И так далее А если Грудинин Озвучит все эти вопросы То вы и определитесь Скажете Да я пойду на выборы И поддержу Грудинина Потому что То что обещалось То и сделано А не поддержит Ну тогда вы скажете Мы старались Мы бились Мы старались Свалить этот режим Но к сожалению Кандидат оказался не тем То есть давайте мы Определимся Накануне выборов А не сегодня Кто определился Сегодня-то Вот эти засланные Казачки Которые никогда Ничего полезного В русском движении Не делали Но полить грязью Вот всех Кто хоть что-нибудь Делает Они всегда с удовольствием Давайте мы им Не будем верить А постараемся Использовать Ситуацию выборов Для того чтобы Наш голос был слышен И для того чтобы Русский национальный фронт В который мы входим В несколько организаций После выборов Восстановил свою деятельность Независимо от итогов выборов И вот это структурирование Пошло дальше И на следующие выборы Чтобы мы могли выдвигать Своего кандидата Независимо от КПРФ На этом спасибо Наше собрание Закончено Закончено